Вне судебное банкротство, бесплатное питание для школьников и возврат страховки в случае досрочного погашения кредита. С 1 сентября в России вступает в силу целый ряд нововведений. О некоторых из них рассказали в Государственной Думе Российской Федерации. Подробности в материале далее. Осень этого года привнесет в жизнь жителей Тверской области множество изменений. Какие-то из них касаются социальной сферы, какие-то экономической, а какие-то коснутся достаточно узкого круга людей. Как, например, инициатива о переводе осужденных поближе к родственникам. С 29 сентября осужденные к принудительным работам и к лишению свободы могут отбывать наказание в субъекте страны, в котором проживает один из его близких родственников. Например, супруг или супруга, родители или дети. Также в конце сентября ужесточаются требования к организаторам азартных игр. Деятельность по организации проведения азартных игр в букмекерских конторах будет лицензироваться отдельно от аналогичной деятельности в тотализаторах. Общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги и другие субъекты профспорта обязаны размещать на своих сайтах перечень заключенных с организаторами азартных игр, соглашений о предоставлении информации о спортивных соревнованиях. Впрочем, если инициативы, связанные с деятельностью букмекерских контор, интересны далеко не всем жителям нашей страны, то другие нововведения сентября касаются куда большего количества людей. Так, в первый день осени вступят в силу поправки, согласно которым учащиеся государственных и муниципальных начальных общеобразовательных школ должны быть не менее одного раза в день обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком. Ожидается, что регионы получат на это дополнительные федеральные субсидии. Это важная социальная инициатива, которая позволит каждому школьнику младших классов, независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Закон направлен на укрепление здоровья наших детей. Наша общая задача, чтобы в этом году школы получили финансирование, а дети с первого по четвертой классы – бесплатное качественное горячее питание. И это не единственная инициатива, связанная с возобновляющимся 1 сентября учебным процессом. В частности, начиная с этого года, приоритет при зачислении в детский сад или школу будут получать те дети, чьи родные братья и сестры уже там учатся. Смогут воссоединиться со своими родственниками и иностранцы, проживающие в России. Иностранные граждане, имеющие жилье в России, смогут быть принимающей стороной, предоставлять свое жилье для фактического проживания другим иностранцам. Изменения в первую очередь направлены на соотечественников, которые после развала СССР оказались гражданами других государств, но хотят, чтобы их родные жили с ними. Также в числе нововведений получение льготниками сертификатов на госпомощь. Ими можно будет расплатиться за нужные товары или услуги с той организацией, которую получатель соцпомощи выберет самостоятельно из специального реестра. Порядок и условия предоставления помощи утверждаются региональными властями, поэтому они могут отличаться в зависимости от места проживания льготника. Но и это еще не все. Этой осенью граждане получат возможность вернуть часть страховой премии при досрочном погашении кредита. Ранее зачастую людям приходилось обращаться в суд и доказывать свое право на возврат части страховки. Также объявить себя банкротом бесплатно и не прибегая к судебной процедуре с 1 сентября можно будет при наличии долга от 50 до 500 тысяч рублей. И если в отношении гражданина прекращено исполнительное производство, то есть пристав не нашел ни имущества, на которое может быть обращено взыскание, ни денег.